Особое мнение на 101FM Это программа Особое мнение Юрия Шлемензон и его коронная фраза, которая в начале каждой программы звучит Я же должен вас обезопасить Конечно Спасибо большое Напоминаю слушателям, что через наш сайт эхакирова.ру можно задавать вопросы гостю через форму анонсов Вопрос уже есть, он касается мусорной реформы и к нему мы обратимся чуть позже Ну а сначала все-таки давайте мы пойдем по заседаниям комиссий городской думы, которые состоялись на этой неделе В частности, крупные достаточно вопросы обсуждались на заседании комиссии по ЖКХ и транспорту, по-моему, так она называется Несколько вопросов, достаточно важных для города Но первое, это, конечно, передача сетей, коммунальных сетей, холодная вода, канализация от КГС Водоотведение это называется Водоотведение, хорошо, да Ну, людям больше понятно слово канализации От компании КГС, Кировские коммунальные системы, муниципальному предприятию Водоканал У КГС и города заканчивается договор аренды Два договора аренды в июле этого года Один в июле, другой в январе Уже все Да Уже все И после этого управлять сетями будет муниципальное предприятие Насколько я понимаю Объединенное муниципальное предприятие Несколько водоканалов объединили Да Некоторое время назад Насколько я понимаю, на этом заседании комиссии Водоканал должен был представить некие документы и некий план работы Потому что вообще у людей вызывает много вопросов Как можно в такие сжатые сроки передавать сети Ну, то есть фактически это такое Ну, не сказать Это очень серьезное Градообразующее явление Но это такая история, от которой мы все зависим Как можно в течение 3-4-5 месяцев от одного собственника или управленца передать другому без проблем Будем сказать, что работа ведется, насколько я понимаю, уже давно Впервые Илья Вячеславович озвучил Да, Шульген В отличие от руководителя МУП водоканала Озвучил дорожную карту И стало понятно, что понимание в администрации города Как вести этот процесс Имеется Но если для этого все ресурсы В моем понимании еще большой вопрос Больше всего вызывает опасений Сам руководитель МУП водоканала Потому что он ни на предыдущем, ни на этом заседании Внятно Ответить на вопросы депутата Все же не мог Может он просто на вопросы отвечать не может А работать-то он умеет Ну, у него функция еще и отвечать на вопросы Такая Ну, или значит надо иметь своего специального человека Который будет отвечать Это не должен быть Илья Вячеславович Шульгин А все же кто-то из служб, в которой руководит Кто-то из водоканала Директор Перегудов Кто-то из водоканала Юрий Львович, все-таки давайте Вот мы подробности какие-то озвучим Что было сказано Ну, было сказано, что Этот процесс будет обязателен Как он будет проходить, Илья Вячеславович озвучил Ну, там достаточно много вопросов Это по Получению лицензии На ведение деятельности Это регистрация Собственности Очень важный вопрос Ну, и других много вытекающих вопросов По организации самой службы Потому что Служба, которая сейчас выполняет эти функции Она имеет численный состав примерно в два раза больше Сети примерно по количеству километража поделены сейчас И для запуска В те числа, которые были объявлены на дорожной карте Надо иметь определенные финансовые резервы Как они у предприятия, которое По моему понятию Не совсем финансово устойчиво Появится, большой-большой вопрос А люди-то у них есть готовые работать? Потому что месяц назад было понятно, что и людей нет Заявляют, что человеческий фактор, как и финансы Это вообще не вопрос Ой, как это не вопрос? Ну, вот такое понимание у руководителя МОВ «Водоканала» Что это не вопрос Они все найдут и все сделают За счет платежа, который они выпишут в августе месяце Кассовый разрыв будет практически ликвидирован Ну, мы понимаем, что это большой-большой абсурд Потому что все же для того, чтобы собрать Даже при полном желании граждан оплатить эти платежки Мы понимаем, что, во-первых, не все оплачивают исправно Есть определенное количество людей Неплохо оплачивать надо Но все-таки есть люди, которые не платят И сможет ли за счет этого покрыться кассовый разрыв? Это большой вопрос А потом сразу возник вопрос о кредите Но кредит должна еще введить Кировская городская дума А кредит-то на что? На закрытие кассового разрыва Для чего нужны эти деньги? Ну, по разным подсчетам От 250 до 300 миллионов рублей Не маленькая? Ну да, не совсем маленькая Мы не могли такую сумму найти Для выполнения сервисного контракта Мы не взяли же кредит такой Более-меньшего То есть мы пошли по другому пути Поэтому закрытие кассового разрыва Тоже такой вопрос Очень даже серьезный И при том, как выписываются платежные документы МОП «Водоканал» Уже есть прецеденты Уже были жалобы Да, были жалобы Я могу привести в пример Когда МОП «Ленгасово» Это составная часть МОП «Водоканал» В прошлом году Обслуживал в моем округе газовые котельни Взял аренду Их стало обслуживать Когда тарифы выросли от двух до трех раз Сразу Даты были запуска платежей Взяты, будем говорить, с потолка Люди не проживали А им уже выставили там платежки У них гардеров даже не было на это жилье И этот вопрос утрясался порядка трех-четырех месяцев Подождите, а если с водой? А если с водой получится такая же история? Да со всем городом? У нас есть пример КТК КТК, который перешел на прямые платежи Через электроэнергий сервис И я вот лично сам столкнулся Когда в течение трех месяцев вообще платежки не поступали А потом пришла с огромной суммой Да, так она пришла не по фактическим данным А по нормативам У меня, наверное, было по 20 кубов горячей воды Платежки А мы помним, да? Если по нормативам выставляется без счетчиков Это в полтора раза тариф увеличивается И такие прецеденты вот сейчас Когда были переданы сети Сталму подоканал В интернете есть информация уже о том Что за достоверность 100% отвечать я не могу Но в обсуждении граждане пишут о своих платежных документах Которые очень завышены Я вот попросил этих граждан направить мой адрес Эти платежные документы Чтобы объективно воспринять ситуацию Которая сейчас происходит То есть переход на прямые платежи Это достаточно серьезные мероприятия И если Энергоплюс, который имеет большие возможности Хотя и там тоже Мы сами видели очереди какие Возникает в дни получения платежек Да и не только в дни получения платежек Начиная с нового года там не протолкнуться Получение Я даже сфотографировал вам, покажу эти моменты То получение новых платежных документов От водоканала Это тоже будет такая В моем понимании достаточно серьезная проблема В виде того руководителя, который возглавляет это движение То есть вопросов больше всего к руководителю предприятия У меня, да У вас, да Ну и к депутатам также А вопросов к тому, что сети все-таки передаются в управление Муниципальному предприятию не возникает Ну, я думаю, что между городской властью и ККС Какие-то вопросы будут решаться в период передачи Как говорил Илья Вячеславович, что это возможно после года эксплуатации Если дотянем до этого времени Через год после эксплуатации возможно говорить с РКС О каком-то контракте совместном Понятно, что они тоже не ангелы Мы видели их работу в предыдущие 15 лет Понимаем, что они не ангелы Но из двух зол худшее выбирают лучшее, а не худшее В моем понимании Насколько я понимаю, у ККС была инвестпрограмма По крайней мере, у них есть сейчас Ну, инвестпрограмма, она на листочке, как говорится Это сделать такое Хотя вполне может быть, они должны были бы ее и выполнить Слушайте, а вы думаете, через год они вернутся? Ну, то есть, ну вот сейчас предприятию Я ничего не могу предполагать Предприятию говорят, идите, пожалуйста, гуляйте У нас тут муниципальное предприятие всем будет заниматься, да? Ну, может, им дадут на аутсорсинг определенные работы У них штатные сотрудники, которым они вынуждены будут искать новые рабочие места Что через год они снова должны возвращаться А у них больше 800 сотрудников Да? И куда эти люди пойдут? Депутаты задавали этот вопрос, Шульгин? Нет, еще вопрос этот не задавали, потому что... Это же кировские наши Да, это же кировские, конечно, жители нашего города Наши жители Когда появится такое количество безработных, ну, они рассчитывают, что они перейдут работать в водоканал А вот на что рассчитывает водоканал, когда говорит, что с сотрудниками не будет проблем Да, ну, не факт, что это произойдет Но у нас стоят вопросы о закупке техники, да? О закупке химреактивов для обеззараживания воды Ну и много других сопутствующих любому большому техническому производству затраты Мы говорим, что там надо платить налоги, да? Надо платить заработную плату Юрий Львович Сейчас мы знаем, что у водоканала есть проблемы с выплатой налогов Есть проблемы перед энергетиками И поэтому их финансовое состояние, которое заявляет господин Требуров, что очень устойчивое Ну, вызывает некое сомнение Я не говорю, хочу сказать, что это банкротное предприятие Хотя, если по банкротству, ну, его можно выстоять там и за 10 тысяч рублей, вы понимаете Стоит Но вот вызывает сомнение у меня руководство этим процессом Потому что я понимаю, что Илья Вячеславович бросить не сможет все И заниматься одним водоканалом Если бы он лично занимался этим вопросом, наверняка он бы, как опытный производственник, решил бы эту проблему То есть в главе администрации доверие есть? К руководителю предприятия доверия нет? Ну, он, по крайней мере, внятную и очень понятную дорожную программу объявил Дорожную карту Дорожную карту, да Он ее заявил, в отличие от директора предприятия, который должен ее выполнять Юрий Шлемензон, депутат Кировской Гордумы в нашей студии У нас сейчас небольшой перерыв, и мы вернемся Особое мнение на 101FM Да, это программа «Особое мнение» Юрий Шлемензон в нашей студии, депутат Кировской Городской Думы И мы с Юрием Львовичем идем фактически по следам комиссии Гордумы, которые были на этой неделе Говорим о работе комиссии по ЖКХ и транспорту Еще одна важная тема, которая обсуждалась Это МУП ЦКС Еще одно муниципальное предприятие Издание «Федерал пресс» накануне опубликовало материал Кировские депутаты считают, что МУП ЦКС намеренно толкает к банкротству Ну, напомню, да, речь идет о предприятии «Муниципальная коммунальная служба», судьбу которого обсуждали как раз на этой неделе И я так понимаю, что у депутатов вопросов возникло несколько Во-первых, непонятно, что будет с предприятием Городские власти заявляют, что на базе его создана аварийная служба Будет создана И 70 человек в ней уже работают Народ говорит, что невозможно дозвониться Депутаты это подтверждают Да, это при нас происходило Появился потом мобильный телефон Который доложили начальнику, руководителю служб А где он появился, Юрий Львович? Он появился в телефоне у Леонтьева Так Который озвучил его депутат Леонтьев это исполняющий обязанности Главы департамента Городского хозяйства Ну, я думаю, что там простая причина Которая все вахаря Просто телефон не оплачет Ну, так Как так можно? Ну, потому что там некому было заниматься Организацией труда Ну, и, соответственно, и введение Правильной финансовой дисциплины Слушайте, у нас беда какая-то с муниципальными предприятиями Там нет сотрудников Здесь некому за телефон заплатить Это что такое? Появятся, я думаю, как называемые Эффективные менеджеры в ближайшее время И ведут порядок Нового директора уже нашли Из Казани? Ну, наверное, из Казани У депутатов это тоже вызвало вопросы Да, у отдельных депутатов Ну, для меня место проживания руководителя Вообще никакого значения не имеет Для меня важны его профессиональные возможности Так, а профессиональные возможности кто будет оценивать? Ну, вышестоящее руководство и депутаты, наверное Администрация города, депутаты Кировской городской думы Да, мне это не очень нравится Что депутаты контролируют многие вопросы нашей администрации К сожалению Но это наша функция и обязанность Перед избирателями Контролировать действия администрации Юрий Львович, вы можете... Я думаю, что мы будем очень внимательно С таким вопросом смотреть Вы можете пояснить вот эту фразу Намеренно толкает к банкротству Который использует портал Федерал Пресс Ну, я думаю, что здесь намеренно Никто его к банкротству Толкать бесполезно Потому что та часть города Который обслуживается этим мупом Это очень неэффективно в бизнесе Часть и городская власть будет Хранить это предприятие, где нет сока Для того, чтобы выполнять те функции По обеспечению граждан Которые проживают в домах То есть мы сейчас говорим о зданиях Мне там непонятно только другая ситуация Когда там появилась аутсорсинговая фирма При этом предприятии Вот это непонятно С названием Хлынов Ну, да, Хлынов там Ядко это не имеет значения Для чего она создана Можно только догадываться Депутаты вчера задавали вопрос Озвучивали информацию Что якобы, якобы Этой фирме передается дома Которые обслуживала ЦКС По крайней мере, какие-то финансовые потоки Туда будут перетекать На каком основании Наверное, в заключении договорных отношений Между МОП ЦКС и этой фирмой Так называемой Хлынов А вроде же опроверг это дело Леонтьев Он же сказал, что нет-нет-нет Ничего не передается Нет, подождите Дома не передаются Но услуги-то могут передаваться Ну, то есть обслуживающие организации А там, даже при той низкой оплате в этих домах Ну, мы понимаем, речь идет о проблемном жилфонде Да, сумма все равно набегает Можно жить и не выполнять работу Средства все равно появятся Мы это видели на отдельных видах работ Выполняемых в городе Кира Так, а теперь мне не дает покоя все-таки Телефон аварийной службы Телефон аварийной службы моего Что значит, появился мобильный телефон Значит, в телефоне у Сергея Сергея Леонтьева, да? Ну, хорошо, у Сергея Леонтьева он есть А у жителей-то города Ну, я думаю, что он появится Потому что Елена Васильевна обратила на это Очень жесткое внимание Елена Ковалева Да Глава Думы И я думаю, что это когда-то Ну, найдет решение этот вопрос Все же телефон оплатят И он будет озвучен То есть он заработает Потому что обращение граждан А депутаты сроки вчера поставили? В какие это должно произойти? В которые? Должно моментально сделаться То есть это вчера еще должно было работать? Да, конечно Сообщений об этом со стороны администрации Я, между прочим, не видел А вы к госпожа Сосилятина обратитесь? Конечно, мы позвоним обязательно Я просто думала, что на сайте должны разместить Еще одна история Кстати говоря, городская администрация обиделась Насколько я понимаю На средства массовой информации И по деловам После того, после того Как появилось сообщение О том, что кировская мэрия Не хочет отодвигать пивнушки От школ и больниц Это еще один вопрос Который обсуждался На комиссии Гордумы Нет? Это как раз мэрия к этому отношению Не имеет Так У МВД? Это УВД просило А депутаты Приняли решение Что это нерационально Это неэффективно Ну, понимаете Давайте объясним Что просило УМВД? УВД просило вообще От школ Больниц Домов культуры И других объектов На 100 метров удалить Все абсолютно Организации Торгующие спиртом Ну, как влияет продажа спиртом Например, на работу больницы Ну, никак не влияет Или там Дом культуры Ну, понятно, что Если у школы Неприятно Когда могут быть По дороге Выпившие граждане Там стоять Хотя таких мест уже практически Или школьники Бегать на перемене Ну, это вообще глупость В этом даже говорить не надо То это Остальные все здания Придуманы Это вот, в моем понимании Галочку поставить Типа Меры борьбы с пьянством Вместо того Чтобы на федеральном уровне Решить вопрос Запрета продажи Суррогатных Ну, этих фуфориков Так называемые Пузырьки Пузырьки Это же ведь проблема Составляет дети граждане Которые их покупают А не цивилизованная Продажа алкоголя У нас есть проблема еще Значит, продажи В неурочное время Так называемое В то время, когда запрещено Торговое спиртное Увы, не городской администрации Не депутатов Вот недоработка А перекладывать цену на другое Это такая принятая практика Давайте все-таки людям поясним То есть сейчас это расстояние От объекта Торгующего спиртным До организации образовательной Либо у организации здравоохранения Ну, там 20 до 50 метров Сейчас сколько составляет? 20 до 50 метров А предлагали? 100 То есть у нас практически Нормально функционирующих предприятий Должно было закрыться процентов То ли 60, то ли 45 Я вот сейчас вот Ну, перечень большая Речь идет о магазинах у дома В том числе магазинах В том числе в магазинах Там и карусели, и пятерочка И время простора Ну, кафе, рестораны Тут еще может быть Какой-то там вопрос Ничего не может быть Там же продают алкоголь Продают Все, точка Ничего не может быть В общем, депутаты на это не пошли Нет К какому выводу все-таки пришли? К выводу, что это нерационально И продвигать такую тему Нет смысла А УВД что посоветовали делать? УВД работать В каком направлении? В направлении Выявлять нарушения Которые реально существуют Особенно в торговых точках Которые находятся В жилых помещениях Если это реально мешает Работе, жизни граждан То, пожалуйста, примите меры Еще был ваш вопрос Чтобы комиссия Департамент имущества Распотрел вопрос Ежемуниципальные помещения В которых арендует Наши предприниматели И где есть нарушения По правилам торговли алкоголем Разорвать эти договора Договор аренды Да, конечно Правильно ли я понимаю Что речь шла еще о том Чтобы запретить торговать алкоголем Тем магазинам Может быть шаговой доступности Которые арендуют помещение Или в собственности имеют помещение На первом этаже жилого дома Нет, такой вопрос не ставился Такой вопрос не стоял Ну, по теме товарищи ставили этот вопрос Ну, так глубоко он не ставился Все должно быть рамка закона Во всем мире есть на первых этажах Магазины Ну и что Соблюдайте правила Контролируйте Для этого есть у нас Столько контролирующих организаций Больше, чем Самих торгующих организаций Я правильно понимаю, что у депутатов Вопрос был в сторону МВД, что они плохо работают? Ну, недостаточно хорошо Будем так говорить Недостаточно эффективно Да Усилить работу Юрий Шлеминзон Убить, усилить Юрий Шлеминзон Депутат Кировский Хотя надо сказать, что Сотрудник, который отвечает за это Господин Ульянов Достаточно хорошо реагирует На запросы депутатов Граждан Служба работает Ну, их Сдерживает, наверное, количественный состав Или отсутствие Нужного количества транспорта То есть, есть проблемы внутренние Вызванные сокращением штатов Что это такое? Везде кадровая проблема стоит И в муниципальных предприятиях И даже в МВД Как же так можно-то? Ну, там сокращают В отличие от муниципальных предприятий Юрий Шлеминзон Депутат Кировской Гурдумы Продолжает Я просто Я не могу уже просто Ощущение такое Что все разваливается Юрий Львович Есть такое ощущение у многих Слушатель спрашивает Что делает Общественный совет по мусору Который вы создали Не видно и не слышно Во-первых, создавал его не я Его создавал Илья Вячеславович Шульгин Но после некоторых действий Юрий Львович, объясните Этот совет был закрыт Объясните, пожалуйста Что происходит? У нас несколько советов создавалось То при одной организации То при городной организации Значит, это был все один и тот же совет Который, наверное, сначала Туда-сюда курсировал Ну, при Куприте Может быть, только наблюдательный совет Они решили его сделать При администрации города Потому что все же Оператор занимает Ну, такую большую Серьезную нишу И сам себя контролировать не может И сам себя контролировать не может, конечно И поэтому Губернатор области Принял решение Что будет общественный совет Областной Вот он формируется И, наверное, где-то в конце месяца Начнет свою работу Он формируется на основе того Городского совета Который был? Частично, как мне сказали Какие-то новые люди входят Да Вы к нему отношения имеете? К тому имел А к этому нет? Не знаю А, пока понятно То есть состав Пока еще не ясно Я думаю, что наиболее активных оттуда Уберут Почему? Ну, не знаю Может, мешают Мусорной реформе Что значит мешают? Да-да, я так пошутил Вы мусор выносите не туда? Конечно Неправильно Складываем мусор И почему-то в грязные бачки Которые должны быть Эти контейнеры Они, согласно Санпина Должны периодически мыться Вот если вы обратите внимание Кроме того, что они бывают перегружены Они еще в грязные Почему-то средств в этом супертарифе Не находятся для того, чтобы помыть Может, зима мешает Но есть и в других городах зима Но почему-то контейнеры чистые И не ломанные А у нас новые пластмассовые контейнеры Уже возле моего дома Достаточно неприглядные виды имеют И если раньше там стояло 5 контейнеров Сейчас по нормативу 3 должно стоять Хорошо, пускай 3 Только они должны убираться Соответственно, так Чтобы рядом с ними Не возникала куча из пакетов Она возникает? Да Систематически Вы пробовали обращаться куда-то? Нет Почему? У меня есть трибуна С которой я могу обращаться Конечно, обращался Так, а что сказали? Убирают периодически То есть, если звонить, то приезжают? Ну, конечно А если не звонить, то так и будет лежать? Ну, несколько дней будет лежать Потом уберут Ага Эксперимент вы проводили, да? Проверял, конечно Даже съесть фотографии этих вещей Юрий Львович, если не секрет Вы большую сумму платите за вас мусора Насколько выросла? Ну, выросла она у меня Если сейчас читали 91, да, у нас То до этого я платил 2 рубля 10 копеек 2 рубля 10 копеек То есть выросла больше, чем в 2 раза Больше, чем в 2 раза Не, ну мы же понимаем, что нормативы установлены незаконно Сейчас ФАС уже опубликовал так скрываемый документ от СМИ и других О том, что за 31 марта должен быть решен вопрос по нормативам Уже отодвигались на 20 мая Но меня очень удивляет, что наши правоохранительные органы, как говорится, не возбудились по поводу выполнения работ известным нам институтом, который проводил Киров Коммунпроект, по-моему, да? Да, я Киров, ну, наверное, так это называется Я думаю, что по этому вопросу надо возбуждать уголовное дело Почему? Потому что работы не выполнены, а средства из бюджета они получили Хоть и меньше в 2 раза, чем изначально Да, это не имеет значения Это все равно в особо крупных размерах Притом это делается большой массой людей То есть это ОПГ А почему вы решили, что работа-то не сделана? Ну, потому что мы знаем, что... Результаты-то есть, это и работа на бумаге Ну, а давайте проверим их Пускай покажут, например, командировочные доставления, когда выезжали в регионы В район В регион, ну да, там же несколько Там есть специальная инструкция по определению Сколько раз выезжали, это 4 времени года должно быть Да, по неделе каждый Да, какими весами пользовались Кто проверял эти весы Ну, и там много вопросов сразу возникнет, которые покажут, что эти работы не проводились А организация скажет, что это все не фиксировалось Ну, некогда бумажной работой заниматься Кадровая проблема Значит, правоохранительные органы, если захотят, разберутся И это будет хищение средств в крупном размере ОПГ Хорошо Пусть разбираются правоохранительные органы в этом вопросе Вопрос второй Что делать с тарифом? Тот тариф, который... Те замеры, которые были сделаны в прошлом году И которые вы называете недостоверными или там не сделанными Ну, они не сделаны Мы же сами понимаем, что мы пользуемся тарифами Нормативами, так называемыми, 2005 года И факт, что они сделаны верно, никто подтвердить не может Слушайте, это вообще там 15 лет почти прошло Да 10 Ну, 10, да Да. И человек, который подписывал потом тарифы, должен сам себе задать много вопросов, как он решил это сделать. Новые-то замеры надо делать по вашему мнению? Конечно, надо. Обязательно придется делать. А до того момента, пока они будут сделаны, это же год. Ну, то есть процесс занимает год, как вы понимаете. Четыре сезона. Ну, я думаю, что ФАС идет по ступенькам. Чем мы будем пользоваться? Сейчас он будет отменил. Какими показаниями? Нормативы. Нормативы отменил. А потом он заставит пересмотреть тарифы. Я знаю, что есть судебные решения по тарифам в других областях. И на те вопросы, которые мы обращали внимание, о включении в затраты приобретения техники. Хотя мы прекрасно знаем, что одно из условий конкурса было наличие техники. Амортизация полигонов, прибыль, ремонт техники другой. Как у нас заложено по полтора миллиона на каждую машину. Сомена всех колес на автомобиле, они сразу и выходят из строя. Амортизация в течение трех лет у нас включена. Ну, это допустимо по постановлению правительства. Но там постановление правительства, правда, сказано от трех до семи лет. Ну, у нас, как обычно, ускоренная амортизация. Мы же впереди планеты всей. Должны сделать самые лучшие полигоны в стране. И самые чистые мусорные контейнеры в городе. Самые чистые мусорные площадки. Да, вообще, вот, площадки, в моем понимании, это полный абсурд. Это очередной отмыв денег. Потому что, по подсчетам специалистов, значит, оборудование площадки занимает около 100 тысяч рублей. А сейчас мы в цифрах-то с вами разберемся после небольшого рекламного перерыва. Полторы минуты, и мы вернемся. Юрий Шлеминзон, в нашей студии депутат Кировской городской думы. Мы обращаемся к традиционной теме мусорная реформа. Так и до урна идем. Площадки, вы говорите, должны быть оборудованы? Ну, согласно СНИПов. Согласно СНИПов. Так. Отмыв денег, вы сказали. Ну, я не сказал, что это отмывание. Их будут строить, конечно. Но нужны ли они вообще? Потому что во всем мире, в местах, где я бывал, бывал я в немалых местах, количестве нигде, никаких площадок нет. Контейнеры стоят прямо на улице. На земле? Ну, на асфальте. Ну, там везде асфальт практически или брусчатка есть. Без всяких ограждений. А почему? Потому что их убирают так, чтобы из них ничего не вываливалось, чтобы они не переполнялись. То есть они не портят городской пейзаж? Нет, они портят, как и все любые, конечно, они портят городской пейзаж, но вокруг них нет мусора, у них вокруг них нет ограждения, к ним полный доступ к месту, свободный доступ. Но они закрываются, наверное, эти контейнеры. Нет, ничего не закрываются. Они даже стоят, бывают, с открытыми крышками. Но мусора вокруг нет, и затраты на эти площадки муниципальные бюджеты не делают. И управляющая компания не включает в тариф для жителей средства на оборудование контейнерной площадки? Совершенно верно. А в Тбилиси, кстати говоря, как? Вот вы в Тбилиси недавно были. Ну, я проехался по большей части Грузии, и у них тоже произошла мусорная реформа. Давно? Ну, совсем чуть больше года. Так, мы можем уже о результатах говорить. Да, у меня она впечатлила. Ну, я, конечно, не так уж глубоко вошел в это изучение. Могу одно сказать, что контейнеры стоят все идеально чистые. Они металлические, у них не пластмассовые, в отличие от богатой Кировской области. А бедная Грузия позволила себе сделать металлические. Они всегда чистые. И в отдельных деревнях мне приходилось прямо подъезжать на машине, чтобы посмотреть, есть ли вообще мусор в этих контейнерах. Значит, мусор в деревнях вывозится два раза в неделю. В горе, я не знаю, с какой периодичностью. Но контейнеры не переполнены. Нет, даже вообще не видно, заполнен он или не заполнен. Значит, стоимость этого процесса для бедной республики в деревнях от двух до пяти ларей это стоит... В рублей можем перевезти? Ну, на 26 рублей надо умножить. А домохозяйство или квартира в городе платит 10 ларей, ну, 260 рублей, ну, 280, вот так. Все у них с домохозяйства сделано, вне зависимости от площади, количества человек. То, что мне сказали, я же не в мэрии города разговаривал, а с гражданами на улице. С жителями. Да, спрашивал. Потому что меня, ну, очень бросилось в глаза состояние этих контейнеров. Для нас это достаточно больная тема. Я обратил на это внимание, что она у них прошла, говорит, достаточно спокойно, безболезненно. Ну, вот в Грузии еще безболезненно прошла, у них не пользуются полиэтиленовыми пакетами. Вообще? Вообще, да, это в прошлом году произошло. Это запрещено на уровне государства? На уровне государства запрещено в супермаркетах, везде полиэтиленовые пакеты. А как же они обходятся? Сумочки у них холщовые какие-то? Ну, есть сумочки, бумажные пакеты же есть, которые в переработку могут пойти. Мы имеем в виду полиэтиленовые пакеты, это пакеты сумки? Да. Пакеты сумки. То есть продукты в целлофан, в полиэтилен, вот это вот все упаковывается или нет? Тоже запрещено. Нет, это упаковывается, конечно, упаковывается. Я имею в виду общий пакет, когда вы загружаете. В сумка, то есть пакет сумка, таких нет. Пакет сумка, да, их нет. Они на рынках еще попадаются, а в супермаркетах... Ну, соответственно, по городу это все не летает. Нет, они к чему летают, только они не летают. Значит, Грузия контейнеры моет. Но Грузия из Климана повезет. Мы хвалить государство, которое нам потенциальные противники, конечно, нельзя. Мы же понимаем с вами. Но у них это получилось. Вы сейчас иронизируете, я так думаю. Ну, наверное, какая-то... Как же вы к потенциальному противнику в гости-то поехали? Юрий Шлемензон, в нашей студии еще один важный вопрос, который мы должны с вами обсудить. На следующей неделе законодательное собрание рассмотрит законопроект, по которому кировчане, как сообщают наши коллеги, больше не смогут свободно выходить на одиночные пикеты. Предполагается, что такие акции нужно будет согласовывать с властями... За пять дней. За пять дней отправлять уведомления, да. Да. Кроме того, тот законопроект, который предписывает регуляцию одиночных пикетов, он же предписывает еще и сокращение мест, где можно проводить какие-то публичные акции, органы власти и прочее. Он прописывает, где можно, да. Да. Ну, это согласно федерального законодательства. Местные власти имеют право делать. У меня этот законопроект вызвал полное неприятие. Подожди, я правильно понимаю, что это первый случай в России? Ну, я не сталкивался нигде, да. Я тоже не слышала. Это первый случай по одиночным пикетам, по крайней мере, это точно. То, что места ограничения, митингов и собраний, они сделаны по всей Российской Федерации. А вот по одиночным пикетам я впервые вижу. Так. Мы, может, Кировский область, мы же впереди планеты всей всегда. Антиалкогольную программу где вы начали выполнять? У нас. Вот. А мы по пикетам дадим, будем первыми. Подождите, ну это неправильно. Кого это испугало, я не могу понять. Люди должны иметь возможность... Одиночные женщины с контейнером узнать о правительстве, что ли, это было? Люди должны иметь возможность, Юрий Львович, высказать свое мнение. Мы им дадут возможность. Мирно. Есть. Без оружия. У нас Конституция это предусмотрена. У нас есть туалет, три комнаты в каждой квартире. Можно там спокойно выступать. Подождите, а на улице... Есть кухня. Нет, но Юрий Львович на улице... А на улице балкон есть ваш личный. Балкон есть. Встаньте на балконе и стойте с покатом. Слушайте, как вы думаете, вот он перспективу пройти через ЗАГС Собрания имеет этот законопроект? У нас все имеет перспективу. Как ответственно отнесутся депутаты к этому вопросу, мы понимаем с вами. Но все может быть, могут и отклонить. Но могут и принять. Вы больше склоняетесь в сторону отклонить или принять? Я лично... Нет, 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 не ваше мнение. А отклонят или примут? Ну, я не гадаю на кофейные гущи. Я не общался с депутатами Законодательного собрания. Поэтому не знаю ситуации. А Кировская область? Вот вообще какие-то предпосылки к тому, чтобы подобное принимать, имеет или нет? У нас вроде бы... Я говорю, вот, наверное, женщина с контейнером на площади у правительства. Вот это главная предпосылка была. Это была последняя капля, да? Да. Не надо было выходить к зданию правительства с мусорным контейнером. Моногодетной маме. Конечно. Надо было дома, на кухне? Или на балконе? Ну, вот, я могла у себя. В заборах, конечно. Ну, слушайте, кроме шуток, надо как-то... Я не знаю, что-то делать здесь. Запретят стоять у правительства на здании, да? Запретят. А если что, человек станет по всему городу. Ну, это разве будет решение проблемы, которую хотят решить депутаты Законодательного собрания? Ну, я думаю, что это инициатива такая. Одного депутата, все же, надеюсь. А не всех? Некоторые же пярятся, любят депутаты у нас законодательными инициативами, чтобы на них обратили внимание. А-а-а. А мы не обращали. Да, понятно. Тем более, сейчас этот депутат уже не на оплачиваемой основе трудится. Все может быть. В общем, поживем, увидим. Конечно. Юрий Шлемензон, в нашей студии депутат Кировской городской думы. А на этом особое мнение завершается. Благодарю гостей и говорю слушателям. До свидания. До свидания. Будем жить лучше. Надеемся. Особое мнение на 101FM